Всем доброго времени! Сейчас мы посмотрим прогноз на неделю, что будет в течение недели. Напоминаю, что расклад будет общим, поэтому за более личной консультацией пишите мне на WhatsApp. Давайте много разговаривать не будем. Сейчас только себя загадывайте, никого здесь не надо загадывать, что будет в течение недели. И всё, что я вам скажу, здесь сбудется. Ой-ой-ой-ой-ой, тут со страстью бежит мужчина. Здесь мужчина к вам подкрадывается со страстью какой-то, он к вам идёт на порог. Этот мужчина на расстоянии, у него появляется очень бешеное желание вас сильно увидеть. Здесь какой-то мужчина на пороге. Знаете, какой-то тайный такой разговор с мужчиной, прям тайный-тайный. Знаете, какой? Прям какой-то любовный, какой-то ночной звонок у вас. Вот знаете, какой-то вот призыв этого мужчины. Вот знаете, как будет? Вот этот мужчина, он как будто бы смягчится к вам в поведении. Он был такой весь грубый, здесь был такой весь какой-то, может быть, странный. А тут он смягчится. Здесь, знаете, как вот резкий тайный телефон ночной, звонок на телефон точнее, либо же переписка какая-то любовная такая с мужчиной, которого вы знаете. Конечно, да, мужчина находится на расстоянии. Вот прям мне и идёт расстояние и мужчина, который к вам объявляется. Хитрый мужчина, который раньше был, ну, не совсем так уж к вам и открыт. Далее. Тут у нас идёт ещё звонок от женщины какой-то. Я вижу женскую энергетику, которая хочет как-то контактировать, связаться с вами. Не может она уже молчать, она что-то хочет вам сообщить, но вот не может. Ой, знаете, да, тоже тут идёт телефонный разговор с ней и вот с этим мужчиной. Ну, знаете, они будут неожиданные. То есть, скорее всего, признание от мужчины будет неожиданное и звонок от женщины. Вы этих людей, вот знаете, как бы и не ждали, и не гадали, и не ждали, но всё равно от них известие будет. Эти люди между собой незнакомы. Тут у нас ещё идёт мужчина. Сейчас будем... Всё понятно. Здесь, знаете, мужчина пробирает дорогу к вашим деньгам. То есть, тут мужчина хочет ваши деньги. Парень – это парень. Это уже другой. То есть, с помощью вас он хочет поиметь деньги. Ваша работа даёт вам деньги хорошие. С помощью вашей работы и ваших денег он хочет как-то поживиться. Здесь меня могут смотреть иронологи. Просто начинающие иронологи. Далее, смотрите. Кто-то нарушит ваше спокойствие. Ну да, вот у нас уже карты летят. Кто-то нарушит, кто-то спешит. Сейчас будем смотреть. Кстати, мне тут женщина писала одна, да. Мне совсем не видно картинок. Хочется посмотреть на эти картинки. Если вы слышите, что я говорю, да, это для вас картинки. Я по одной карте могу жизнь вашу увидеть и смерть. Поэтому не надо вот такие вот комментарии писать. Я снимаю, как мне надо. Картинки видеть не обязательно вам. Для вас это картинки, а для меня это жизнь. Поэтому давайте всё. Вот такие комментарии какие-то тупорылые мне не пишите. Кто-то нарушит ваш покой и захочет вас куда-то позвать. Сейчас будем открывать. Вот эти две карты у нас выпали. Давайте смотреть. Это компания людей. И вы соберётесь и пойдёте к ним, чёрт возьми. Я вижу это. Это компания людей, которая вас позовёт. Что за компания людей? Вы пойдёте к ним? Доверяя им, пойдёте к ним. Давайте смотреть. Доверяя, пойдёте к ним. Это люди, которых вы давно знали. Это встреча с людьми. Это поездка к людям, к компанию. Это могут быть просто ваши знакомые. Или они за вами заедут. Идёт мне ещё такая информация, что они за вами заедут. Идут хорошие деньги. В течение недели идёт достаток. Идут хорошие деньги. По справедливости идут к вам. Вы их заслужили. Какое-то признание в любви к вам идёт. А новое какое-то знакомство. Вы знаете, но вы отнесётесь к нему. Ну, так сказать. Кто-то может предложить вам отдых. Либо поехать на отдых. Смотрите, здесь кто-то за вами наблюдает. Давайте смотреть, кто ползёт к вам, как ящерка. Встречи хочет этот человек, который за вами наблюдает. Хочет встречи. А для чего тебе встреча нужна, расскажи. Прям хочет встречи. Человек наблюдает. Сегодня он, кстати, тоже за вами наблюдал. Хочет встречи. Вот выходит у нас, да. Но это женская энергетика. Женщина хочет с вами встречи. Для чего ты хочешь? Да, это женщина, которая следит за вами. Да, это женщина. Вы знаете, я её опишу. Она более такая, как дама-хозяйка. Она больше как... Эта женщина сейчас в заботах по дому. Эта женщина хотела работать, как вы. Эта женщина мечтала работать, как вы. Но не могла. То есть, ну вот как-то вот... Или ей помощь нужна в деньгах. Понимаете? Ещё такая информация идёт. Разрушение. Она в разрушительных энергиях сейчас находится. Вот она хочет какой-то с вами встречи. Вот дальше у вас в течение недели ждите сюрприз от мужчины. Именно подарок. Этот мужчина развяжет себе руки и ноги. Вы из-за этого, мужчины, плакали, переживали, страдали. Он придёт к вам. Ну вот, сука, они свободные. Это раз. Окей. Хорошо. Похую. Похую. Дальше. Далее. Здесь идёт ещё то, что плодородие я вижу. У кого-то зародится жизнь. Кто-то может узнать о беременности. Кто-то хочет поспорить с вами, нарушить ваш покой и закон. Что? О чём с вами хотят поспорить? О ваших действиях. Мужчина. Что-то будет мужчина вам говорить. Этот мужчина может либо отец быть, да, но как родственник. Когда что-то тыкать пальцем, как-то что-то выяснять. Так, что это такое? Сейчас камеру минуту. Пускай. Это ещё женщина у нас тут появляется. У неё есть какая-то ценная информация за вас. Сейчас посмотрим. Или за вас, или для вас. Она хочет каким-то хитрым образом к вам подойти. Подойти для того, чтобы вот просто узнать, в каких красках у вас жизнь. Но она боится подойти к вам вот так напрямую, потому что чувствует вашу силу. Но хочет как-то подойти. Ей тяжело, что ли, перебороть свою, блядь, зависть к вам. Но она хочет прийти, да, она хочет прийти, она хочет поговорить. Чей-то союз разбили по магии. Вы узнаете это? Или вы узнаете, знаете что? А, всё, нет, я поняла. Сейчас меня смотрят люди, которые недавно заказали у практика или ритуал на разрушение отношений людей. Что-то вы сделали на разрушение людей, но не сами. Через практика вы узнаете, что эта пара рассталась, разбилась, разошлась, распалась. Что вы попали в цель. Или вы просили у высших сил. Как бы, да. Вот сидит такая дама, я вижу. Пизда, манда. Ох, блядь, пиздец. Вот знаете, я вижу такую женщину, ну как женщину, лет может 30, вот 35, ну не юную девушку, это понятно. Что вот она сидит, считает ваши копейки и записывает в блокнотик вообще, где она, как, сколько потратила. И вот знаете, она сидит и горюет, собирается с подружками, побухивает, ставит что-то им на стол, дабы угодить, и обсуждает вас, откуда вы там берёте деньги, что там у вас происходит, откуда вы всё можете, почему вам так легко это даётся. Она не может отпустить эту ситуацию. Кстати, вот ещё идёт такая информация, что вы об этом можете узнать. Либо она не выдержит, вам скажет. Хорошо, ладно. Далее, смотрите, такая информация ещё тоже мне идёт. Вот, какая идёт, ну такая. Вот, кто-то из вас мечтает о доме. И вы этот дом сможете приобрести, купить, но каким-то вот честно, не обижайтесь, нечестным образом. Далее, идёт ещё мужчина, который был, знаете, к вам на пуху и относился, простите за выражение. Вот несвободный мужчина падает с женой своей. Вы хватались за каждый волосинок быть с этим человеком, но он вас как будто бы предал. И вот, знаете, сейчас вы от этого мужчины просто не отобьётесь. Вот просто он пересмотрел своё поведение. Далее, смотрите, вы победили какую-то женщину. Сам дьявол вам помог её победить. И ушли в городо Яра. И эта женщина вообще не знает, что ей делать. Эта женщина, вот она сидит. Пытается держаться, что всё хорошо. И она сейчас сидит и рассчитывает шаги свои, где она могла так оплошать. Вот, но она... Да, она побеждена чем-то. Вот она придёт, блядь, и опять ещё какая-то женщина идёт к вам помощь. Простите, через мужчину. Либо же через какие-то скандалы у вас будет воссоединение. Понимаете? Ладно. Достаток будет в течение недели. Смотрите, кто-то хочет завести собаку, реально, или бойцовскую. Да, вы заведёте. Так, голова у вас будет болеть, печалится. Из-за чего будет печалиться у вас голова? Ну, то есть, достаток будет в течение недели. Вы будете получать всё, что хотите, в принципе, на еду и не только хватать будет. И на всякие развлечения. Вот у вас что-то болит голова, печалится. Сейчас глянем, за что она будет. Рыба. Меня очень много рыб смотрят. Вы что? За мужчину? Вы будете находиться в выборе двух мужчин, но выбор не сделаете, уйдёте. Вот за это будете печалиться, за это будете переживать. Уход, да, у вас какой-то уход. А, вас поставят перед выбором, но вы не сделаете его и уйдёте. Вот так вот. Вот такой у нас был расклад. Всем желаю добра, с наступающими вас праздниками. За более личной информацией пишите мне отдельно. До свидания.